В последнее время стала актуальна тема экологии. Начали больше говорить про разделение мусора, экономию энергии, загрязнение воздуха. Для произвещения населения в теме экологии, для консультаций, а также для проведения студентами научных работ, Институт наук и земли создал экологическую клинику, торжественное открытие которой прошло в Ботаническом саду СПБГУ. Мы открываем экологическую клинику. Все, что связано с экологией, очень близко к душам универсантов. Не знаю, помнят ли многие из присутствующих, но когда-то наши студенты придумали, что надо заниматься раздельным сбором мусора. И Санкт-Петербургский университет одним из первых. Причем это была в полной мере инициатива студентов. Никто к этому, ну, как сказать, специально не подталкивал. Студенты нашего университета часто выступают с экологическими инициативами. Уже поэтому появление университетской клиники было необходимо, чтобы внедрять в жизнь эти идеи, направленные на улучшение экологической ситуации на планете. Экологическая клиника для Института наук о земле важна как структура, которая позволит организовывать активность студентов в очень важном направлении охраны природы, сбережения ее в нашем городе и его ближайших окрестностей. К открытию клиники Институт наук о земле готовился давно. Здесь есть уже немало наработок, обкатанных проектов, которыми студенты до сих пор занимались в рамках летней производственной практики. Статус клиники позволит заниматься практическими проектами круглый год. Мы занимаемся экопросвещением школьников, создаем экскурсии и проводим их по различным особо охраняемым природным территориям Ленинградской области и Санкт-Петербурга. А еще у Института наук о земле немало партнеров на северо-западе России. В рамках летней производственной практики студенты давно решают локальные проблемы того или иного региона. Например, проект сегодня уже говорили про вот эти карповники в Нагородской области. То есть мы разрабатываем экологическую тропу, потому что там будет глэмпинг строиться, и мы, соответственно, хотим, чтобы не просто люди останавливались где-то и рыбу ловили, так, чтобы они смотрели природу данного края. Участвовать в проектах экологической клиники могут не только студенты Института наук о земле. Вместе с представителями социологической клиники они проводят соцопросы, а вместе с будущими юристами из юридической клиники учатся правильно оформлять документы. Это расширяет и круглозор студентов, и дополняет вот как бы компетенциями, потому что ты понимаешь реальный проект, что он не узкий, а они очень широкие. То есть вот в экологии ничего не бывает такое очень, знаете, вот однозначно, да, то есть это все комплексный подход, конечно. После торжественного перерезания ленточки гости поучаствовали в квесте по ботаническому саду, который организовали студенты, а также проголосовали за лучшую эмблему экологической клиники СПБГУ. Студентам важно получать не только теоретические знания, но и проверять на практике все то, чему они научились во время лекций и аудиторных занятий. Экологическая клиника поможет реализовать творческие планы студентов в Институту наук и земле и даст старт их новым проектам. Елизавета Кочерегина, Евгений Горяев, Алексей Чубка. Медиа-центр СПБГУ.